Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Еще совсем недавно 62-летняя Елена Кандулайнен находилась на пике творческой формы. Актриса прекрасно отдохнула в Финляндии на берегу живописного озера, похудела и набралась сил. В столице ее ждал очередной творческий проект. В Театре Луны, где служит Кандулайнен, ей предложили главную роль в новом спектакле. Звезда была в прекрасном настроении, когда судьба предподнесла ей неприятный сюрприз. Сейчас Елена находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей, но пока остается неизвестным, удастся ли ей вернуться к полноценной жизни. 24 июля артисты Театра Луны собрались в кафе «Времена года», расположенном в парке Горького, чтобы отметить закрытие сезона. Коллеги смотрели инсталляцию спектакля «Шпионка», главная роль в котором предназначалась Кандулайнен. Актриса много шутила и собиралась произнести тост, когда вдруг почувствовала себя плохо. Сотрудники заседания вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики заподозрили у звезды инсульт и экстренно доставили ее в больницу. В Боткинской больнице провели необходимое исследование и обнаружили у звезды нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга. Актрису поместили в палату интенсивной терапии. Врачи делают все необходимое, чтобы вернуть Кандулайнен в строй. Однако, дело это непростое. Борис Моисеев после тяжелого инсульта так и не смог полностью восстановиться. Друзья актрисы опасаются, что она может повторить его судьбу. Как утверждают осведомленные источники, причиной инсульта могло стать нервное напряжение, которое Кандулайнен испытывала в последние годы. Она переживала из-за того, что ее перестали приглашать в кино из-за своих сыновей, ищущих путь в жизни. Но больше всего актрису расстроило предательство коллег. На протяжении нескольких месяцев она готовила творческий вечер, пригласила именитых друзей, надеялась устроить веселый капустник. В тот вечер к ней из звезд почти никто не пришел. Только Проханов. Все остальные вечер проигнорировали. Елена была расстроена до глубины души. Как же так? Я же ко всем хожу. Почему ко мне не пришли? Это предательство, рассказал осведомленный источник в интервью собеседнику. На днях коллеги Кандулайнен сообщили, что в лечении звезды наметился прогресс. Актрису уже перевезли в обычную палату, но внезапно с ней случилась новая беда. После инсульта быстро не вернешься к прежнему состоянию. Речь у Лены восстановилась полностью. Процесс выздоровления идет, но случилась еще одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку, цитирует комсомолка одного из сотрудников Театра Луны. Теперь Кандулайнен предстоит не только реабилитация после инсульта, но еще и лечение поврежденной конечности.